Россия требует вашей выдачи. Великобритания вас выдаст или нет? Ну, понимаете, Великобритания – это страна, в которой действительно закон выше власти. Вот в прямом смысле, да? И поэтому, вы знаете, что власть, на самом деле, принимала решение в пользу просьбы российской страны. И поэтому, когда я попросил здесь политическое убежище, здесь даже потянули время, полтора года, прежде чем не отказать, на основании того, что получат запросы в экстрадиции. Потому что полтора года ждали этого запроса. Не знаю, что там, по договоренности с российской. То есть, власть, она, безусловно, подыгрывала российской власти самому себе. Может быть, нехотя, но подыгрывала. Вы переживали все это время? Я абсолютно не переживал, потому что это действительно так. Не переживал, потому что знал о том, что действительно все будет решаться в суде, а не в хомофисе как таковом. То есть, в Министерстве внутренних дел. А вот что касается суда, то здесь у меня сомнений не было. Знаете, по-видимому, потому что у меня был уже опыт. Опыт с Forbes, против журнала Forbes. Это был абсолютно уникальный опыт, потому что, когда я пошел против журнала Forbes вот здесь, в Лондоне, тем не менее, я знал, что Forbes сам, владелец журнала, несколько раз пытался баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. И я, конечно, в силу своего советского абсолютно менталитета, думаю, что он найдет, конечно, какие-то ходы в суд и так далее. Не нашел. Более того, сегодня я знаю, что и не искал. Потому что одна попытка, одна попытка как-то повлиять на суд является тягчайшим преступлением. Тягчайшим преступлением. Поэтому, конечно, Путин был глубоко убежден, что Блэр в то время премьер-министр, он как-то может там подкрутить, поднажать, подсказать. Абсолютно не понимая, что, я еще раз говорю, попытка вмешаться в этот процесс со стороны даже премьер-министра, это политический крах, это крах политической карьеры. Не потому, что Березовский, а кто бы ни был, за кого бы он не попытался как-то повлиять на решение суда, это нереалистично здесь. Поэтому, говорю со всей ответственностью, спал хорошо, не беспокоился. Субтитры сделал DimaTorzok